всем доброе утро сегодня 18 день панча кармы я как обычно пью утренние лекарства на самом деле все эти дни я пил этот препарат все время с утра кроме дней когда мы делали каша и басти большой то есть вот вчера и несколько дней назад я не пил потому что в дни каша и басти вы не пьете никакие препараты кроме самого каша и басти и в день веречины вы тоже не пьете никакие препараты соответственно сегодня у меня обычная матра басти завтра третье заключительная каша и басти потом еще одну заключительная матра и я закончу вот этот цикл йога басти про который я вам рассказывал в предыдущих видео соответственно препарату пьется уже очень легко если вы помните в самом начале я как-то морщился теперь всего нормально вот и все равно его можно запивать теплой водой потому что у многих людей я знаю что у многих живущих враг раджейка бич когда им приносит утренний препарат чтобы не раздражать слизистую я им всегда рекомендую пить вместе с водой ну что я и делал это утреннее лекарство у разных людей одно разное но тем не менее очень важно его пить как минимум за час до еды но и конечно не забывайте о том что помимо лекарства утром всегда нужно пить воду то есть я пью воду в стекле я здесь заказываю вот вода в стекле очень ну намного лучше я считаю что это более экологично но тем не менее каждому в комнату ставят воду в пластике это можно заказать отдельно у клиники за отдельную плату они привозят из супермаркета ну а можно самому съездить супермаркет и закупиться там воды на все время соответственно пить его также каждому в комнату до сих пор и до самого последнего дня будут приносить розовую воду помните я рассказывал в начале про розовую воду она обеззараживающая она глистогонная и она повышает иммунитет вчера во время моей вечерней консультации ну вот с той группы небольшой которых я веду я выяснил что многие собираясь на панчикарму думали что это что-то очень простое и легкое но на самом деле так как панчикарма она связана с чисткой и чистки они бывают разные например у когда я провожу онлайн панчикарму я понимаю что для многих это панчикарма сложная онлайн хотя онлайн панчикармы мы делаем очень простые вещи правильно пьем масло правильно пьем травы я провожу онлайн панчикарму только с юридическими травами потому что я делал пару раз типа такой пакет на который вам не нужно тратить деньги но это нельзя назвать панчикарма это можно назвать каким-то марафоном по очищению да вот если скажем так делать панчикарму онлайн в нем всегда я использую минимальный набор трав небольшое количество масла но и соответственно мы делаем процедуры которые можно делать домашних условиях так вот даже та панчикарма которую проходят люди онлайн для многих тяжелая и здесь я выясняю что несколько человек приехала они думали что но в принципе они приехали в спа им будут делать массаж массажи действительно делают но дело в том что здесь массажи это не то что вам там правильно помассировали спину помассировали живот ноги нет это здесь массаж который занимается сбором токсинов а это всегда тяжело потому что токсины из ткани обратно выходят в кровь и у человека ему становится не хорошо плохо он чувствует себя не очень поэтому на протяжении вот всего сейчас пока что 18 дней но на протяжении всех 21 дня не всегда бывает так что человек чувствует себя прекрасно даже для меня того кто проходил панчикарма уже много раз это все равно сложно то есть в какие-то дни у меня был провал с энергией кажется 11 или 12 день я даже не записал потому что в этот день у меня было просто внутренняя пустота да то есть я просто лежал восстанавливался это было как раз через день после веречины и во время панчикарма очень важно чтобы вы то что вы чувствуете так вы и жили то есть чтобы вы переживали то что с вами происходит в полном скажем так сознание не переключались поэтому во время панчикарма не рекомендуется с собой брать много фильмов не рекомендуется с собой брать какие-то развлекаловки просто можно взять книжку почитать можно взять пару таких знаете типа натуральных фильмов хороших там я вот взял допустим несколько фильмов из national geographic это про землю про планету про космос такие вещи которые немножко расширяют мозг взял несколько книг хотя за все время открыл на самом деле только одну книгу почитал всего пару страниц потому что просто физически не было времени или не было энергии читать соответственно панчикарма это не простой путь иногда проходить его можно только ну скажем так в осложненном варианте потому что у человека много токсинов поэтому имейте ввиду что когда вы едете на панчикарма может произойти разное это очень хороший процесс то есть я понимаю что у меня со вчерашнего вечера я так думаю что на самом деле я чувствую себя очень хорошо то есть я чувствую себя легко в теле хорошо я понимаю что все мои суставы которые там хрустели так далее сейчас все прекрасно двигается но тем не менее сам процесс внутри когда вы его проходите он довольно таки сложный итак так как сегодня 18 число и восемнадцатый день панчикармы нам осталось всего четыре дня за эти четыре дня нужно очень много успеть смотрите буйвол я красавчик привет привет они здесь в таком загончике в индии очень много людей разводят именно буйволов потому что буйволиное молоко оно намного жирнее чем коровье и многие индусы пьют только буйволиное молоко вот как вы видите они пасутся едят траву только то есть и здесь не кормят ничем кроме травы соответственно молоко можно сказать даже полезнее в каком-то смысле будет чем коровье молоко вот так вот выглядит территория вокруг нашей клинике все это пальмы кокосы как вы понимаете что кокосы они падают и главное чтобы вы в это время не оказались под кокосом и так осталось четыре дня это значит нужно сделать список всех препаратов которые я собираюсь брать с собой но так как я заранее об этом подумал соответственно у меня уже все есть но я делаю список для всех кто кого я виду это список препаратов которые нужно взять для рассаянной для той части панчи кармы которая делается в домашних условиях она заключается только в том что вы пьете препараты ну и правильно питаетесь сильный ветер поэтому я прервусь чтобы шум не затмевал записи в общем я медитировал на берегу и попал вот под этот прекрасный сильнейший дождь и он холодный и с холодным ветром поэтому я быстро пришел в комнату и принял горячий душ очень важно не переохлаждаться во время панчи кармы если вы переохладитесь то может что-то пойти не так накопиться ама вам станет плохо тошнота и так далее все эти дни включая сегодня перед завтраком я пил лекарства кроме величины и кроме каша и басти вот эти дни не пьются никакие лекарства потому что лекарства и так вводится в большом количестве а здесь соответственно так как сегодня матра басти я опять вернулся к препаратам до завтрака препаратом после завтрака и так перед каждой и после каждой еды мне принесли досу вот такая вот лепешка прекрасная смотрите там прям видно из нутовой муки это то что называется чатни овощной чатни и чатни из кокоса всегда подают с масалой ой с досой для того чтобы было вкусно ее нужно макать в до досу нужно макать в чатни небольшое руководство как есть досу вам нужно отломить кусочек допустим вот такой свернуть его аккуратно окунуть в чатни и положить в рот вкусно нужно есть медленно пережевывая и смакуя кушать руками согласно аюрведе это очень полезно когда мы дотрагиваемся до пищи мы ощущаем ее структуру тяжелая она или легкая горячая или холодная шуршавая или мягкая это способствует выделению правильных ферментов доса была настолько хороша что я попросил еще одну вторая доса кстати во время панч кармы по крайней мере здесь в раджа бич вы можете просить добавки причем сколько вам нужно но не надо передать я просто чувствую что у меня улучшается пищеварение и последние прям пару дней я становлюсь голодным и минут в то время когда этом завтраку обеду и ужинаю и не могу пропустить еду поэтому сегодня на завтрак я понимаю что я четко могу съесть две досы ну что ж поехали чем как выглядит человек который съел две досы и который сегодня в пролете каша и басти нельзя досы матра басти можно досы это не дискриминация галя сегодня 18 день как вы себя ощущаете эмоционально и физически замечательно так меня расслабили что я не могу работать просто счастлива готова иметь весь мир ну кроме нескольких людей да это понятно вальну как вы чувствуете себя на 18 день вот такие вот результаты после панч карма я на сегодня 18 день как вы себя чувствуете ощущаете физически и психологически очень хорошо хороший сон хорошее настроение такое тело очень легкое легко заниматься физкультурой и такая легкость хорошее пищеварение это просто без слов аппетит прекрасный и выносливость хорошая гулять хочется и все остальное прочее есть ощущение что организм конкретно почистился алексей так как вы себя чувствуете на 18 день панчи кармы физически и ментально вообще чувствую себя великолепно облегченным абсолютно таким заряженным энергией так что это просто чудесно 17 дней это прям супер осталось еще три замечательных дня все оплакернем вообще будет замечательно так что в которой тоже примите его продуманно о том миде на мероприятия эргpie вечер воприятие и стрицы овощами ивы овы 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 с специями это мой кардамон который ребята мне купили большое спасибо добрый вечер друзья и так подходит концу 18 день я прогуляюсь немножко по океану а потом пойду к себе в комнату делать расписание для своих пациентов которых я веду расписание по расайне я вчера вам немножко рассказывал об этом расписание по расайне после панчикарма это одна из самых важных процедур вот если здесь в клинике они просто дают список препаратов которые с собой взять и как пить то я делаю более подробное расписание панкаш на раму которого я учился живя в индии пульсовой диагностики он научил как правильно подбирать расайну для человека потому что конечно когда вы съездили на панчикарму в принципе вы почистили организм это очень здорово но в аюрведе еще очень важно то как вы себя после панчикармы поддерживаете да понятно диета понятно образ жизни важно там не пить не есть тяжелых продуктов хотя бы пару недель но расайна это как раз те травы которые можно взять собой для того чтобы пропитать те ткани которые почистить и поэтому вот такая правильная профессиональная табличку я делаю расписываю на два месяца у меня есть пациенты которые со мной много лет уже едет я расписываем вообще на четыре месяца они пьют по в определенной последовательности препараты пьют их каждый день для того чтобы был такой вот максимальный эффект рассаяны вот хочу вам показать пример таблицы которые я делаю для рассаяны к примеру но это из другой компании я так как я заказываю из нескольких компаний пока здесь вот кончинар google допустим это препарат который в раджи клиники женщина вот с миомами с кистами она будет пить кончинар первые две недели таким образом потом три раза в день по одной потом два раза в день по две три недели и потом на уменьшение идет вот таким образом составляется рассаяна здесь есть препараты которые пьются перед сном пьется натощак пьется с молоком то есть целый график то есть это действительно такая работа она очень важна для человека есть препараты которые пьются только один раз день к примеру ашваганда и так далее вот так выглядит график рассаяны он обычно пишется от одного месяца до трех месяцев как вы видите здесь меня попросили сделать на 13 14 недель и я для всех пациентов которых я веду вот такое делаю так что если вам интересно обращайтесь и если вы после панчи кармы просто пьете травы то есть в принципе там минимальное количество вещей которые нужно делать пьете травы то вы очень хорошо себя поддерживаете это дает запас до следующего года вы прям в прекрасном состоянии ну и конечно же рассаяна она пропитывает те ткани которые почистились к примеру вы приехали у вас проблемы с опорным двигательным аппаратом с кожей или проблемы с жкт с нервной системы рассаяна она направлена прям на эти системы для того чтобы их пропитать за счет трав выровнять их работу привести их в порядок ну а главное чтобы они не портились или прекратили портится то есть болезнь как бы чтобы она прекратила развиваться и это такое очень правильно кстати рассаяну я подбираю не только тем кого виду у меня есть всегда несколько человек который в последний день понимает что а кто же нам подберет рассаяну как не борис владимирович вот и ко мне вчера тоже подошло два человека вот то есть я смотрю пульс и быстренько определяю что из препаратов самое важное то есть это такая не то что консультация но тем не менее помогают человеку как продлить качество панч кармы и так как в течение года многие смотрят ну вот эти видео и знают что я езжу именно в раджи клинику в течение года тоже мне многие мои пациенты пишут которые уже оказались в клинике пишут борис владимирович мы здесь в радже что нам взять для рассаяны и я обычно прошу чтобы они мне сфотографировали историю болезни которые здесь ведут ну то есть для каждого и тогда определяю с какими препаратами им лучше уехать отсюда для того чтобы был такой хороший эффект потому что в принципе панч кармы тоже достаточно да но это как вы поехали интенсивно почистились и все но если вы уедете с рассаяны это будет всегда здорово поэтому друзья если у вас есть ощущение что панч карма вам помогла что вы чувствуете какой-то эффект рекомендую вам всегда запасаться травами с собой так тем более что в индии они дешевые в принципе вот в этой клинике для личного такого использования они в принципе довольно таки хорошие пропейте 1-2 месяца интенсивно травы и будет здорово ну и вы всегда можете мне написать для того чтобы я подобрал вам пакет рассаяны это очень мне кажется здорово будет чтобы вы более качественно получили эффект более качественные рыбаков уже нету вечерами рыбаков совсем нету они все дома их только с утра очень и очень много друзья прощаюсь с вами жду вас завтрашнем дне всем здоровья берегите себя